Родителям новорожденных детей больше не нужно обращаться в пенсионный фонд для оформления на них СНИЛСа. ПФР сделает все самое, пришлет номер в личный кабинет мамы. С развитием информационных технологий сегодня всеми родившим ребенка в пенсионный фонд приходить нет необходимости. Как только данный ребенок будет зарегистрирован в ЗАГСе, свидетельство о рождении, данные поступают в ЕГРЗАГС, Федеральную информационную систему. И из этой ЕГРЗАГСа мы данному гражданину, ребенку, уже автоматически присваиваем и свой страховой номер. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛСа. Потому что необходимые сведения могут предоставить только сами усыновители. Страховой номер индивидуального лицевого счета, или как мы называем это, СНИЛС, это очень важный, так сказать, этап формирования документов, которые позволяют идентифицировать того или иного человека, помимо паспорта. И ранее, когда только водились с НИЛСа в 1998 году, там мы регистрируем только взрослые населения. Но сегодня жизнь показала, что уже многие услуги государственные представляются не только взрослым, но и детям. И для того, чтобы идентифицировать детей, на них тоже необходимо иметь соответствующий страховой номер. Надо отметить, что страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС в России больше не вдают в привычном варианте. Эпоха зеленого пластика завершена. Ему, наконец, появилась замена. Уведомления на бумаге или в электронном виде. Обычный бланк белого цвета, без специальной защиты и ламинации. В отличие от зеленых карточек, таких бланков может быть сколько угодно. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».